Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Формула успеха» в студии Анны Фёдоровой. Как всегда, здесь, в этой студии, мы знакомим вас со служителями, чьё сердце предано Господу. Они расскажут о том, как найти этот путь, найти этот путь посвящения и призваний, как сделать так, чтобы это служение приносило добрый плод в Царство Небесное. И сегодня, напротив меня, замечательный человек, служитель, посвященный с горячим сердцем, второй пастор филиала церкви «Добрая весть», город Череповец, Денис Гомоненко. Денис, добро пожаловать к нам в студию! Здравствуйте, Аня! Спасибо, что пригласили! Спасибо, что приехали! Очень приятно с вами общаться! И, как я уже сказала, мы говорим о призвании, об успешном призвании, о том, как услышать Божий голос. И действительно, одним из таких определяющих решений в жизни человека действительно является его решение в определении этого призвания. Однажды вы сказали Богу «да», и я хотела спросить вас, как вы оцениваете тот путь, который вы прошли и проходите сегодня? Состоялись ли вы в своём призвании? Ну, вообще, как бы моя жизнь интересна сама по себе. И я считаю, что это в какой-то степени я состоялся в том призвании, к чему Бог призывает меня на сегодняшний день. И я двигаюсь в этом, и я считаю, что моя жизнь, она как-то показывает даже мои результаты той христианской жизни. Те люди, которым я доносил Евангелие, где нёс Слово Божие, и я вижу эти плоды, и я счастлив. Вот, вообще, я уверовал таким чудным образом, да, если так вот. Да, поделитесь, пожалуйста. Я уверовал в 12 лет. Я до сих пор сам удивляюсь, как я пришёл в церковь, когда, ну, рост в таких условиях, да, сабдеповских, когда социальное положение в моей семье было вообще на нуле. У меня мать очень сильно выпивала, отца не было. Отец бросил нас с братом, ну, с матерью у нас родилось двое. И, знаете, меня на сих пор спрашивают, как ты уверовал, тебя нужда привела, там, ты был пьяниц или наркоманом. Я говорю, слушайте, нет. В 12 лет, как-то, да, в 8 лет, в 7 я чувствовал какое-то внутри себя, всегда чувствовал голос, что кто-то есть, который меня хранит, любит, потому что всю свою жизнь я видел, как бы, в детстве, как меня кто-то какая-то сила спасала. И в 12 лет, когда мне друг мой во дворе проповедовал Евангелие, я помню, я сразу, когда он только сказал, пойдём со мной в церковь, я сразу, представляете, 12 лет, и вот просто, я сразу говорю, пойду с тобой в церковь на собрание, да, и мы пришли в церковь на собрание, это был кинотеатр, когда призывали, ну, был призыв принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, я, ну, я вышел на сцену, и с того дня, как бы, с 12 лет я начал своё служение. В 13 лет я уже проповедовал Евангелие, не стесняясь вообще, вот, не знаю, откуда это было у меня, и вот, как-то вот так вот. И до сих пор вы это делаете? И до сих пор, мне очень нравится проповедовать Евангелие, как бы, больше даже, чем проповедовать церкви, проповедовать неверующим людям, неважно, в автобусе, в поезде или в каких-то местах. На самом деле, слава Богу, потому что, действительно, не у многих христиан есть вот это, ну, такое, действительно, смелость, наверное, для этого нужна, потому что кто-то боится, что обо мне подумают, ну, и так далее. То есть, ответов может быть много, но, по сути, как бы, да, дело никуда не сдвигается, но вы это делаете, слава Богу. И скажу для наших зрителей, что я действительно знакома со служением и вашим, Денис, и служением вашей церкви, и это служение большое, но оно разное, оно распространяется на разные категории людей. Это и дом инвалидов, это и помощь бедным, это помощь детскому дому, также цыганская церковь, такое отдельное большое служение. Это чудо на самом деле. Вот хотелось бы, чтобы вы немножко больше рассказали об этом, как вы вошли в это, да, в это видение, и что происходит сегодня, какие чудеса и свидетельства. Знаете, вот меня часто спрашивают, такой вопрос задают, как вот найти свое призвание, как понять, ну, от Бога ли это призвание, кто-то молнию ожидает с неба, кто-то, ну, не знаю, голос внутренний. Я вам скажу, все свои служения, которые я нес в церкви, это служения молодежного пастора, пославления и другие сферы служения, я вам скажу, я никогда не получал вот конкретного слова от Бога. Вот не было того, что мне там знак свыше пришел, или что-то там сказали, донесли, молния с неба, как вы говорите, что многие ждут знамения, шерсть растела. Я никогда, никогда в своей жизни не начинал как бы именно по какому-то откровению, да, вот. Я вам скажу, что всем, одним правилом я всегда двигался, и до сих пор двигаюсь, я всегда видел нужду, неважно, музыкальном служении, служении пастора, служении на корме голодного. Я видел нужду, и я просто и шел, и делал, как бы. И я видел, насколько Бог благословлял меня в этом. Когда я увидел нужду в музыкальном, как бы, служении, я взял гитару и пошел служить. Знаете, я за короткое время научился играть на гитаре. Когда я, ну, была нужда, как бы, помогать в служении детям в аване, я откликнулся на Божий призыв. Я пошел, я увидел нужду и пошел делать это служение, помогать бегать с детьми, играть мечом. И Бог благословил, я стал с ними бегать, стал служить, петь там, прославлять. Я помню, когда был призыв ехать в колонию, мне было 16 лет, я уже говорил, я взял свою гитару, представляете, подростку 16 лет, его приглашают на строгий режим, 12-я колония, ИК-12, это, ну, в Вологодской области. Я взял гитару, я очень сильно боялся. Вы представляете, 16 лет мне нужно было идти в колонию, я с этой гитарой иду, был мой пастор, да, на сегодняшний момент, Сергей Мефодич, он-то уже как свой был, он туда с радостью, с распростертыми объятиями проходил. Когда я зашел туда и служил, и все двигало нужда, нужда в служителе. И я и шел, и я скажу, что Бог всегда благословлял и наполнял славой своей, наполнял благодатью, давал слово, давал песни, давал, ну, такие этапы служения. Слава Богу, вы сейчас являетесь вторым пастором, вот филиала церкви, как мы сказали. Вот конкретно, какое служение вы несете в данный момент? Так же обширно, как и тогда, или уже что-то более конкретное? Ну, слушайте, да, вот, потому что в той церкви, в которой я служил, где пастор является, Сергей Мефодич, и все виды служения, я скажу, они не направлены внутри церкви, они направлены в основном тем социальным, как бы, не обеспеченным обществом, которое нас окружает. Это дети-инвалиды, это люди, которые потеряли кровь над головой, ну, как называемые в обществе бомжи. Но у нас повелось в церкви, мы их не бомжами, котиками называем, как бы, для нас это благословение вообще, как бы, служить в тех сферах. Это дом престарелых, дом психинтерната, цыгане, те люди, которые сегодня, может быть, от которых отвернулось общество. И мы несем то служение им материальной помощью, просто приехать, попеть туда. Я скажу даже не то, что там идти и говорить людям о Христе. В нашей церкви нет такого девиза, что приходите сразу там людям, покаясь, веру в Евангелие. Нет, мы просто идем, делаем добрые дела, кто как может. Кто-то может помыть пенсионера, того человека, который не имеет возможности помыть. Те дети, которые, я скажу, свидетельство моей семьи, мы с женой недавно были, она ни разу не была в этом центре, где дети с ограниченными возможностями, которые не способны. Она пришла туда, заплакала и говорит мне, что я хочу туда приходить и подстригать этих детей бесплатно, потому что не каждый способен подстригать этих детей, потому что очень сложно. Или те люди, которые сегодня живут в Доме Милосердия, я скажу, не каждый поедет туда и будет служить. Там не шанелью пахнет, да, там люди, которые отвернулись от того, от которых отвернулось общество. Но когда ты приезжаешь, просто с ними посидишь, поговоришь, даже с ними поешь за одним столом. Я скажу, что те люди очень ценят. И есть достаточно много плодов, которые мы видим сегодня, когда люди образуют семьи, они выходят из Дома Милосердия, и они женились там, создали семью, у них родился ребёнок, здоровый ребёнок. Некоторые работают, нашли хорошую работу и двигаются в этом служении. В этом двигается наша церковь. И слава Богу, я скажу, что работы достаточно много на сегодняшний момент. И есть много других идей, которые мы хотим осуществить в нашей церкви, что для проповеди Евангелия. Да. Какие принципы в служении являются лично для вас ключевыми, и которыми вы никогда не поступитесь? Ну, слушайте, принципы, вот я как бы скажу по себе. Раньше я, когда был в другой церкви, я двигался принципом «надо», «должен». Вот именно мне всегда говорили «ты должен», «ты обязан», «тебе нужно проповедовать», «тебе нужно служить», «тебе нужно петь». И знаете, я скажу, что вот это слово «должен», вот это слово «обязан», оно меня побудило, вот буду честен как бы вопросом, где-то к ненависти какой-то внутренней. Я возненавидел церковь, я возненавидел людей, которые окружают меня. На сегодняшний день я понял, что единственным мой как бы таким принципом, которым я хочу двигаться, или внутренним своим пониманием, я хочу наполняться Божьей любовью. Я хочу не идти туда не от того, что я должен кому-то, должен пастору, должен общению, должен каким-то людям, которые окружают. Я понимаю, что вот должно внутри наполниться Божьей любовью, и я пошел туда и служил этим детям, служил этим людям, которые окружают меня. Вы знаете, когда я приходил в Дом Милосердия, от того, что надо было, я не испытывал радости, я не испытывал славы Божьей в своей жизни. Я задумался, почему так. Я стал молиться, я стал поститься, я стал говорить, «Господи, я не хочу так служить, но это грош цена, дай мне любви к этим людям». И когда я стал искать этой любви божественной, наполняться этой любовью, знаете, я прихожу к этим людям туда, меня радость переполняет, мне хочется плакать, мне хочется служить этим людям и делать что-то для Царства Божьей. Вот этот принцип, которым я сегодня двигаюсь, любовью в моем сердце к Господу и к людям, которые окружают меня. Я с вами абсолютно согласна, и такая небольшая ремарка для наших зрителей. Я сама была свидетелем вот этого служения, потому что мы также посещали и Дом Милосердия, и Цыганскую Церковь. И это действительно какое-то несравнимое ни с чем чувство, когда ты видишь глаза этих людей, которые благодарны от всего сердца, что к ним пришли, что им послужили, о них помнят, о них заботятся. И это совершенно трансформирует прежде всего тебя, это меняет твое вообще понимание жизни, твое сознание, твое мышление. И ориентиры, я на самом деле думаю, что не в обиду, скажем так, сказано никому, но порой у нас немножко ориентиры не туда направлены. И когда мы видим таких людей, мы понимаем, что у нас-то на самом деле все слава Богу и хорошо. И слава Богу, что действительно Господь вкладывает в вас это желание служить, делать, помогать. Я думаю, что это непросто, с одной стороны. И вот в связи с этим такой вопрос, как вы для себя определяете, может быть, какие-то качества, которыми должен обладать человек-лидер, я не люблю это слово «лидер», но человек, который готов служить и вести за собой других людей. Знаете, я поделюсь своим последним откровением, я его получил где-то год назад, может быть, побольше. Знаете, я читаю Евангелие, я увидел такой ключ, как у нас программа «Формула успеха». Я бы хотел рассказать о своей формуле успеха в Боге. То, что меня сегодня мотивирует, чем я живу на сегодня. Да, двигает вперед. И знаете, я когда читал Евангелие, и увидел, и читал ту историю, когда Иисус подошел к колоссу, хотел, присел, отправил учеников куда-то за едой, и подошла к ним женщина, которая не сообщала с ним. Иисус стал общаться с этой женщиной, он задал ей какой-то интересный вопрос. Если внимательно читать Евангелие, вообще весь ход истории, хоть мысли, был просто напиться водой и достать ее из колодца. Но читая дальше, мы видим, как Иисус, как бы, странно для нас, резко переключается, как бы, да, с одной мысли на другую мысль, и говорит женщине, этой женщине, вот сходи и приведи мужа своего сюда. Вот, и знаете, для меня, ну, шокирующий этот вопрос. Думаю, ну, что, о воде не поговорить. И дальше он говорит, и приходи сюда. И женщина отвечает Иисусу, говорит, Господь, ну, нет у меня мужа. Она говорит, истинно, ты сказала, что нет у тебя мужей, потому что у тебя пять было. Я говорю, Господи, а зачем задавать такой вопрос? Если ты знаешь, что у женщины, ну, нету, как бы, мужа, у нее пять мужей, что она жила в блуде, как бы, ну, как мы говорим, да, и жила нечистой жизнью, зачем задавать такой вопрос? Вы знаете, я заметил такую истину, и вы знаете, если последствия, вы увидите, да, это Евангелие как продолжается, и что Иисус стал благословлять и открывать тайны Царствия Божьей, как поклоняться и где поклоняться? А что, как бы, повлекло и открыло, и расположило сердце Христа к той женщине? Потому что женщина, как бы, да, на тот момент, она способна была назвать вещи своими именами. Она была способна и честно, и набралась силы сказать, что я грешница, у меня нет мужа. Знаете, как часто в христианстве бывает, люди не способны назвать вещи своими именами, грех грехом, проблему проблемой, как бы, нужду нуждой, вот, я не украл, я взял свое, допустим, да, как очень часто христиане говорят, или, если мы в Евангелии, я быстро, как бы, буду краток, да, когда мы видим в Библии, что открывало и двигало Богом, руку Божью, да, мы видим с самого начала бытия, когда Авраам, Адам, Бог, задал вопрос, не ел ли ты от плода? Опять же, думаешь, зачем глупый вопрос такой задавать? Если бы он сказал бы, да, Боже, я ел этот плод, когда бы все было по-другому вообще. Все бы было по-другому. И знаете, я скажу там, при двух или трех свидетелях свидетельство верну, знаете, когда у пророка был, у Елисея был ученик, да, которому досталось бы три, может быть, благословения, и когда Елисей, да, исцелил Неймана, как бы, да, и Геезий побежал. Мы не знаем, почему он побежал за Нейманом взять эти сокровища. Может, социально в детстве как-то вырос. Ну, не суть, это важно, да. Но когда он прибегает, Елисей задает ему вопрос, где ты был? А зачем задавать такой глупый такой вопрос, опять же, да, для чего Елисей? Знаете, если бы, ну, как бы Геезий повернулся бы к нему и сказал, ну, слушай, пророк Елисей, слушай, вот в детстве не додали мне массы, не додали мне серебра, не додали того, я побежал и взял. Вы знаете, ход истории, как бы, да, повернулся. Я скажу, формула успеха сегодня моя, да, вот на сегодняшний момент, жизнь Бога, я честен по отношению себя, я живу тремя правилами на сегодняшний день. Я честен по отношению Бога, я честен по отношению себя и по отношению людей, которые окружат меня. Вот этот принцип, которым я сегодня живу, я, ну, как бы, вот, научился вещи называть своими именами, ну, неспособность, как бы, молиться. Я не могу сейчас молиться, как бы, да. Или, знаете, приходят, вот мы видим разруху сейчас в семьях, как бы, да. Уже на этапе мы последнего, как бы, уже ключа, когда уже все взрывается, люди приходят, а, он развелся. А почему? Потому что в самом начале, когда ему задавали вопрос, а как у тебя в семье? А мы же христиане, нам свойственно говорить, а, аллилуйя, все хорошо, мы такие святые. А если бы человек сказал, у меня проблемы дома в семье, у меня с женой проблемы, не устройство, вы знаете, тогда открывается ключ, который двигает, ну, руку Божию, который, как бы, открывает сердце служителя, и мы готовы помочь этому служению. И в любых сферах, которые бы, когда нас не окружали, я желаю, как бы, чтобы христиане, честно, они научились вещи называть своими именами. Если человек не способен, так и сказать, что не способен, не умеет сказать, я не умею, не могу, не могу. Вот таким принципом я сегодня двигаюсь. Для меня это потрясающее откровение, которое перевернуло, как бы, очень сильно мою жизнь. Я верю, что это откровение для наших зрителей также, слава Богу. И я знаю, что вы также в таких планах и написание книги. Да. Расскажите об этом. Ну, слушайте, как-то идея проповедовала на эту тему. И книгу, которую я начал писать, она, может быть, в такой, как бы, на начале, как бы, этапа. Даст Бог, если я не могу сейчас говорить, что я напишу название книги, да, «Вера в Бога» или «Модное христианство». Я начал писать эту книгу, у меня пришла такая идея. Я увидел, что христианство, оно стало культом моды. Сейчас модно, как бы, среди общества называть себя христианином. Ходить в церковь, посещать собрание, неважно, православное, католическое, да. И вы заметите, как сейчас по телевизору обсмеивают церковь, потому что христианство, оно действительно стало культом моды. Ты пришел на собрание, отметился. Модно сейчас, там, носить крестики, там, ходить на собрание. Вот. И я скажу, как бы, ну, вот, как бы, в сфере своей книги, там, даст Бог, конечно, как бы, когда я сейчас не могу, конечно, все мысли сказать, которые в голове у меня блуждают, но вот есть, как бы, да, вот, желание написать эту книгу, которая бы, вот, верующих побудила бы, ну, перестать, как бы, да, вот пиариться христианством, обратиться, да, вот в правильные истоки, в правильный путь к Слову Божьему. Ну, мы не должны, как бы, да, этому миру доказывать, что мы такие крутые, мы такие, вот, вот, смотрите, у нас, как в миру, такая же крутая гитара. Я скажу, конечно, к сожалению, как бы, не знаю, я посетил одну церковь, когда меня пригласили, вот, и я приехал со своей гитарой, на которой я сегодня вот играл в студии, вот, и знаете, какой первый вопрос мне задали? Я подошел к левитам, группе прославления, и я спросил у них, чем живете, братья и сестры, как Бог сегодня двигается в вашей церкви? Знаете, мне встречный вопрос задали, а на какой ты гитаре играешь? Я говорю, в смысле на какой? Ну, вот на такой, на такой. И человек стал говорить, а посмотри, а у нас там гитара за 200 тысяч долларов, допустим, да, Гибсон, да, вот у нас такая аппаратура, понимаете, что вот, ну, это не тем, с чем мы должны хвоиться. Вот это ведь, да, вот наш вопрос. Ответ такой, что, ну, не о духовном, где благодать, где сила Божия, вот. И церковь-то больше, как бы, ну, извиняюсь, скажу так, пиарится своим гитарой, своей гитарой, своим залом, своим крутым пастором, может, своей одеждой, как бы, да, но это не должно быть так, мы должны, вот, хвастаться, да, как мы, ну, может быть, восхищаться тем действием Божиим, да, тем действием Божиим, которое, как бы, сегодня окружает нас, и вот, ну, то, что в церкви происходит сегодня. Слава Богу, спасибо, Денис, я желаю, чтобы вы действительно завершили этот труд, эту книгу, и чтобы Господь давал вам откровения, ценные мысли, которые могли бы всколыхнуть сердца тех, кто, возможно, в какой-то момент, возможно, пошел не туда, или осуетился, или как-то немножко уклонился от истины, потому что я верю, что сейчас для церкви, для всех нас наступает особое время. Господь, двери еще открыты, и мы должны себя привести в порядок, это первое, что мы должны сделать, и, конечно, спасти максимально тех, кто находится вокруг нас. Я бы хотела, если у вас есть на сердце какое-то особое послание, может быть, к нашим зрителям, или к молодому поколению, которое нас смотрит, чтобы вы как-то ободрили их, нас ставили, возможно, да, и просто вдохновили тех, кто хочет служить, у кого сердце горит для Господа, но, может быть, еще не знает, может быть, в чем-то еще не утвержден. Что вы можете сказать? Ну, как бы я хотел бы пожелать, конечно, ну, служение — это великий дар, и когда в 12 лет я уверовал, и, вы знаете, я ни разу не сожалел, как бы, о том дне, когда я уверовал и принял крестьянство, да, я знаю, что надо мной много смеялись людей. И я вам скажу вот честно по своей жизни, служить Господу — это великое привилегие, великая вот честь и, сказать бы, даже награда такая от Всевышнего Бога, когда Бог тебе дает возможность служить Ему. И я, к сожалению, скажу, многие вот отвергают вот этот призыв Божий, да, но хочу пожелать, да, вот как сказал в самом начале тем откровением, которым я делился, да, ну, будьте честны, вот задайте себе честный вопрос. Нужно ли тебе сегодня, как бы, следовать за Христом, или оно тебе не нужно вообще? Вот. Готов ли ты сегодня идти на небо, или ты не готов? Вот когда ты ответишь честно на этот, ну, как бы, вопрос, который в жизни тебя интересует, оно тебя сформирует однозначно, оно тебя направит на путь Христа. Нужна ли тебе семья? Нужна ли тебе эта работа? Нужна ли тебе церковь в это? Почему ты готов в эту церковь ходить? Почему ты готов следовать за Христом? Когда ты честно ответишь, ну, на эти вопросы в своей жизни, тогда оно тебя просто поведет во славу Божию, и Дух Святой будет действовать через каждого из вас, как бы. Желаю просто вас, ну, каждому из вас, вот, телезрителям, научиться быть честными по отношению себя, по отношению Бога, которому мы поклоняемся и служим, и по отношению людей, которые окружают нас. Аминь. Слава Богу. Спасибо вам огромное, Денис, за ваше послание, за ваше открытое сердце, за то служение, которое вы совершаете, и мы упоминали в программе, что это служение старший пастор, это Сергей Мефодич Терехов, и поэтому мы действительно увидели чудесные, чудесные истории, чудесные свидетельства, измененные жизни, измененные судьбы, пусть так дальше продолжается, пусть Господь направляет вас, укрепляет и благословляет. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы были с нами, это была программа «Формула успеха», будьте благословенны, будьте честными самими собой, открывайте свое сердце для Господа, и Он обязательно даст ответ, обязательно вложит туда свое желание, свое намерение, и вы будете успешны и благословенны. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!